Круто! А чего такая улыбка на всё лицо? Потому что песня спела для вас. Вообще, в моей жизни сейчас происходит просто невероятный период, вы даже не представляете, ты так лучше выглядишь. Спасибо! Я в шоке от того, что делает Вселенная, она просто закручивает меня в такие обстоятельства. Просто я вот сейчас сижу, у меня красные щёчки, я невероятно счастлива, и я вообще не знаю. Я понимаю, что это всё связано с тем, что я раскачиваю женскую энергию, максимально раскачиваю, и из-за того, что женская энергия бьёт ключом, в жизни сразу происходит столько невероятных событий, девочки. Так что обязательно, обязательно, обязательно раскачивайте свою энергию, я обязательно вам буду рассказывать, делиться с вами информацией. Если вам интересно, дайте знать. Я обязательно буду делиться с вами этой информацией, как её раскачивать, чтобы в вашей жизни происходили невероятные события. Да, я сейчас худею. У тебя нет одного пальца на ноге? Боже мой, что вы такое пишете? Скажи, пожалуйста, да, и нам тоже. Радуюсь за вас. Обязательно. Я обязательно буду делиться с вами этой всей информацией. Просто, как видите, я девушка творческая, и раскачиваю женскую энергию, когда курс. Обязательно будет. Если вы хотите, напишите, девчонки, дайте мне реакции, я обязательно с вами поделюсь вообще полностью всеми своими знаниями, которые... Маша безумно сильная и хорошая энергия от твоих эфиров. Благодарю вас, благодарю вас, мои хорошие. Я просто сейчас невероятно... У меня же вот такое состояние, я хочу с вами поделиться. Оно, конечно, не перед сном, я просто перевозбуждена, и поэтому я вышла в прямой эфир, чтобы с вами пообщаться. Ногти, вот у меня маникюр, но его уже напеределать. Смотрите, уже он отрос. Такой вот я себе френчик сделала. Ты делаешь маску, у тебя угри. Боже мой, я делаю очень много уходовых средств, и обязательно делюсь с вами. Конечно, хотим, все хотят вкинуть денег на курс от Маши. Только комплименты читаешь, вопросов нет. Пишите, пишите, пишите вопросы, я с радостью буду отвечать. Нет, у меня, слава богу, все пальцы есть. Спасибо тебе, господи. Так что не переживайте, с этим все в порядке. Так, вопросы здесь были где-то. Покажи ногти. Расскажи про свое детство. Что вас именно интересует насчет моего детства? Детей пока не планирую. Вот, от слова совсем. Насчет моего детства я родилась в Луганске, в родном своем городе. Я с детства была творческим ребенком, я всегда мечтала петь, я мечтала и по сей день мечтаю быть солисткой группы Виагра. Я помню, когда мне было 5 лет, я надевала мамины туфли, брала лак для волос, и представляла, что я на сцене, представляла, что я пою, и пела все песни Константина Меладзе. Вот до такой степени я всегда хотела работать именно с ним, вот с самого детства. И по сей день мне 25 лет, и мое желание, моя мечта до сих пор актуальна. Я тоже из Луганска. Круто! Я, кстати, может быть, в октябре поеду в Луганск. Поэтому все, кто из Луганска, пишите, может быть, мы с вами какую-то встречу организуем. Вот, я буду очень рада с вами увидеться. Так что Луганск, как я соберусь ехать, обязательно пишите, кто из Луганска. Самые классные моменты из детства. Помню вот историю. Говорят, что самое первое воспоминание, которое у тебя с детства, определяет тебя как личность. Либо ты оптимист, либо ты пессимист. И я помню историю, что когда я была маленькая, это, конечно, я очень плохая девочка была. Сейчас вам расскажу эту историю. Но я была маленьким ребенком, и я не понимала, что так делать нельзя. Я помню, мы приехали в Крым с родителями. И я захотела чупа-чупс. И я помню, что я просто подошла и взялась, этот чупа-чупс. Ну, как бы просто, вот он там продавали, я просто взяла этот чупа-чупс и пошла с ним. И вот как сейчас помню, что я просто взяла этот чупа-чупс. А мне потом мама говорит, Маша, ты откуда я бы взяла? Начала меня ругать. Я ничего уже объяснить не смогла. Просто вот увидела, захотела, взяла. Ну, в принципе, я и по сей день так живу. Все, что я хочу. Вселенная сразу осуществляет мои желания. На носу теперь так и останется синяк? Нет, он не будет, конечно, он проходит. Маша, тебе надо больше читать. У тебя словарный запас, бедный. А еще ты постоянно трогаешь волосы, говоришь их. Это плохая привычка. Я вас благодарю за такой совет. Я читаю книги и развиваюсь. С родными часто видишься? Относительно часто, да? Привет, отлично выглядишь. Благодарю. Маша, давай на дом 2. Но все так и знали, что после Геленджика расстанешься. Зачем было за ним уходить? Вообще не пара. Почему свою квартиру не пускаешь? От кого не пускаем? Машуль, мы же переживаем. Поставьте нам ясность. Вы в ссоре. Расстались или как? Хорошо, мои хороши. Не знаю, вот меня почему-то вас тронул важный комментарий, что мне захотелось вам рассказать. С Сашей Гобозовым сейчас у нас непростая ситуация. Мы с ним решили прекратить отношения. Мы расстались. И инициатором была не я. Но несмотря на то, что мы расстались, мы с ним продолжаем дальше общаться. У нас с ним до такой степени хорошие отношения. Мы каждый день с ним на связи. Он постоянно спрашивает, как мои дела. Я постоянно спрашиваю, какие дела. Мы друг друга поддерживаем. Я как верила в него, так и верю. Я так, как всегда, он может рассчитывать на мою помощь. Он всегда может мне позвонить. И я всегда буду готова, всегда буду готова ему помочь. Ну и к лучшему машине. Он тебе не подходит. И поэтому сейчас у нас с ним очень хорошие отношения. Мы с ним на связи. Мы постоянно общаемся, постоянно поддерживаем друг друга, даем друг другу разные советы, комментируем друг друга в инстаграм. Одни из первых. И я знаю, что он в Москву скоро собирается приехать. Но есть какие-то недоразумения у нас были. И из-за этого начали происходить ссоры. Не возвращайся на Дом-2. Там теперь ужас. Да, я, кстати, я не смотрю Дом-2, но иногда у меня высвечиваются вернись на Дом-2. Не возвращайся на Дом-2. Кто-то пишет, хочет, чтобы я вернулась. Ну вот и хорошо, что разошлись мирно и в хороших отношениях. Да, конечно, у нас с ним... Я полюбила Сашку как человека, как личность, его душу. И он точно так же меня полюбил как личность, как человека. и полюбил мою душу. Тебя позитивчика и солнышка не хватает там. Есть чувства к Саше? Конечно, есть. Ну... Конечно, есть. Если я скажу, что нет никаких чувств, я буду врать. Потому что, конечно, я влюбилась, но... Сейчас мы не видимся и легче. Я... Отвлекаюсь, отвыкаю. Очень вдохновляешь. Нравится за тобой наблюдать. Ты чудо. Ты такая маленькая актриса. Вот я такая в жизни. Понимаете? Мне когда винили, что я актриса, что я играю. Я и в жизни такая вот. Как все говорят, актриса, актрисулька. Ну, я такая вот. Я... Не знаю, такая вот живая, что ли. Так это все воспринимаю. Саша нагло тебя на деньги подставил. Это утверждение или вопрос? Саша двуличный. А Кузик говорил, что наркоман сейчас в прямом эфире его брата называл. Да, я смотрела этот прямой эфир, но я не слышала, чтобы он его называл наркоманом. Вот. Я смотрела эфиры с Рустамом Солнцевым, и он про Женя Кузина ничего такого не говорил. Я лично не помню такую информацию. А кто был инициатором вашего расставания? Саша был инициатор. Маша не актриса, просто позитивная. Благодарю. А как Брянской передавали привет, что у вас все хорошо, смешно, и сразу понятно, что вы разойдетесь. Красивая пара была бы Дава и Маша Давидова. Ты маленький ангелочек. Да, и нам нравится, что ты самая настоящая из всех. Спасибо. В хорошем плане актриса. Такая жизнерадостная. Класс. Благодарю вас. Спасибо. Я просто люблю жизнь и люблю все, что происходит со мной. И Маша не хочет немного брови переделать? Ну, что я хочу? Ну, максимум, что я хочу, да, немного коррекцию сделать, и, наверное, ламинирование сделаю бровей. Вообще прикольно бы, если бы они вот так были. Наверное. Или нет? Или не очень? Я была бы очень рада тебя видеть на Доме-2. Почти некого не смотреть, любимица. Спасибо. Говорила Глебе и Акузи. Посмотрите эфир. Солнышко, так хочется тебя в эфир на ТВ. Позвони в Дом-2, скажи, что зрители просят, что ты вернулась. Да, я знаю, что меня и не хотело руководство отпускать никогда. Это последнего. Меня просто уговаривали и говорили, нет, Давидов, ты не умеешь принимать решение, поэтому мы принимаем решение. За тебя ты остаешься. Я говорю, нет, я не могу, я не хочу, я без Гопозова не смогу. И реально, ну, мне было тяжело. Я уже... Ну, он ушел, было очень грустно. Вообще, очень обидно, что все так получилось, что Саша ушел. А где место, где ты сегодня песню записывала? Это репетиционная база. Я же преподаю вокал, и сегодня у меня были уроки. Вот. Коррекцию немного сменить цвет. Очень выделяется на лица, забирает все внимание. Про брови. Ну, это мой естественный цвет бровей. Ну, как я буду красить брови? Это вот такой мой натуральный цвет бровей. У меня светлые волосы, как бы мой природный цвет, это светло-русый. Сейчас вот это блонд, крашеный, но от природы у меня тоже светло-русые волосы. И черные брови. Все потому, что у меня папа брюнет, кари-глазые, у него... Ну, он зачем-то на Сашу похожий, не внешне похожий, реально. У него черные такие брови, черные волосы, кари-глаза, такой, ну, может быть, слегка смуглый цвет кожи. А мама у меня светленькая. Вот. И вот так генетика у меня сошлась. Что получилось? Я. Нет, только не на нынешний Дом-2. Они даже Лисковец Глебом поставили. Подставили с Сейшелами. Машенька, почему Саша хотел расстаться? Потому что ему было некомфортно из-за того, что Саша старался делать по максимуму от себя. А где максимум для Саши, норма для меня. И поэтому я... Вот он делает что-то, а я не могу дать такую же реакцию, которую он хочет. Потому что... Ну, это будет не искренняя реакция. Я же за честность. И я ему говорю, ну да, нормально, хорошо. Надо фотку у папы, интересно. Выложу обязательно в директ. Ой, в директ, что я говорю. В сторис выложу. И из-за этого, что он как бы не почувствовал рядом со мной себя героем, да, я не смогла ему дать то, что он хотел, да, начинались ссоры, недопонимания. Плюс я заболела тогда, я была максимально негативной, максимально выносила мозги, потому что я себя очень плохо чувствовала, и я ныла. Мужчины, вы знаете, мужчины не любят, когда мы болеем. Они не любят. Они любят, чтобы мы были здоровы, жизнерадостны, энергия с нас. Ну, согласитесь, вот девчонки, которые меня сейчас смотрят, которые жены, вы же знаете, да, эту историю о том, что мужчины любят нас жизнерадостными, энергичными, здоровыми. Они, все мужчины, все мужчины, энергетические вампиры, можно так сказать. Извините, мальчики, кто меня смотрит, но вы всегда с нас забираете энергию. Все мужчины, с нас женщины, забирают энергию. Мы, женщины, созданы для того, чтобы давать мужчине энергию. И когда у нас нет, у нас просто ноль энергии. Мужчинам с нами неинтересно. Когда мы болеем, когда мы жалуемся, когда мы ноем, они не любят это. Они хотят убежать, вот так сделать домик такой просто и спрятаться. Если тебя не любят больной, тогда зачем, когда ты здоровая? Ну, это было не так. Он как бы всегда меня поддерживал, посиди, если я болею, мне плохо, но просто в этот период, вот так все сложилось. Понимаете? Просто так сложилось. Я была максимально негативной, выносила ему мозги, и ему это не нравилось. И я считаю, что как бы, конечно, мое поведение спровоцировало это Сашина решение, мое поведение. А больно делать нос. У меня тоже небольшая горбинка. Не увеличивается ли нос с этой процедурой? Ну, смотрите, вам вкалывают филлер для того, чтобы выровнять его. Видите? И у меня все равно осталась небольшая горбинка, но уже не так много. Вообще, говорят, что нужно еще подкалывать, но я не хочу колоть. Вот, честно, не хочу, потому что сам процесс, не больно, но потом нос болел. У тебя красивые глаза, ты красивая, спасибо большое. Вы тоже, вы у меня самые-самые красивые, самые лучшие. Саша, насколько знаю, он сейчас в Зеленокумске, если я правильно назвала этот город, с Оксаной Калеловой, вы ее, наверное, помните. Она приходила на Дом-2, это та женщина, с которой Саша выкладывал видео из бассейна, из-за которой у нас, грубо говоря, тогда начались конфликты. Не, не надо больше колоть, оставь так. А еще мне нравится трогать мои волосы, почему спрашиваете? Они такие нежные, они такие гладкие, они такие крутые, потому что я делаю очень много крутых процедур, масок, масел использую, эмульсий, и поэтому они очень классные. Ты очень хорошая, он не твой мужчина, женского счастья тебе, благодарю вас. Ну и слава богу, пусть валит, он такой страшный, он Алиане подходит, но не тебе. Спасибо вам большое. А почему Саша с Оксаной? Этот вопрос нужно задать Саше, я не знаю, почему он с Оксаной. Маша, такое ощущение, что ты наслушалась интернет, психологу и коучу, ты молодая девушка, не грози голоду всякой ерундой и живи по сердцу. Кто много думает, остаётся один, как Захарова или Ермакова. Так, и что он там делает с этой Оксаной? Не знаю, напишите Саше. Оксану трудно забыть, да. Ну вот, он ей подходит, этой Оксане, а ты оставь его, ты для него слишком шикарная. спасибо, моя хорошая. Тебе нравится, что постоянно спрашивают про Сашу, не надоело? Если вы спрашиваете, ну как бы, Саша, это мой бывший мужчина, да, с которым у меня были отношения, и, конечно же, он, можно сказать, стал частью меня, стал частью моей жизни, и, конечно, я понимаю, почему вы интересуетесь. То же самое, спрашивают у Саши про меня, и это нормально. Я понимаю ваши вопросы, я понимаю ваш интерес, и ничего в этом плохого не вижу. Ты без него стала лучше. Конечно, она мне энергию женскую не забирает, я сейчас пополняюсь полностью. Согласна с девушкой про коучи. Хрень женской энергии, она либо нет, она либо есть, ее нет, ее не взрастить, нет. Девочки, я с вами не согласна, вообще не согласна 200%, потому что знаю по себе, знаю по себе о том, что я ее взращивала, потому что, допустим, сейчас мне 25-23 года, когда мне было, я была просто опустушена, у меня не было женской энергии. И со мной тогда происходили плохие события в жизни. У меня было очень прыщавое лицо, я болела, у меня были проблемы с гормонами, я была злая, неудовлетворенная, просто, ну вот, было все очень плохо, реально было плохо. Не могла построить отношения, и при этом все мне внешне была такой же красивой девочкой, была очень худенькой, ну не считая то, что у меня было прыщавое лицо, которое я замазывала тоналгой, но это ладно. Но при этом все, у меня была крутая фигура, у меня были красивые длинные волосы, как всегда, но я не привлекала, да, там, мужчин. Но потом, когда я стала заниматься собой, я стала развивать энергию, я стала делать медитации, я стала танцевать, я стала делать крутые практики. Как ты сейчас оцениваешь состояние своей кожи? Раньше она у тебя была проблемной, сейчас стало лучше. Я оцениваю сейчас свою кожу максимально в хорошем состоянии, исходя из того, что было. Конечно, у меня есть постакне. И от него, ну как бы, оно есть, как факт. При этом всем, я буду делать много разных процедур, и у меня пройдет постакне. Вот и все. Кожа имеет свойство регенерации. Я думаю, что это все в прошлом. Все эти коучихи ненормальных и реально злающих и умеющих очень мало. Очень мало, но нужно найти своего человека, которому вы верите, который вас мотивирует, который вам дает энергию. Понимаете? Этот человек может поделиться с вами информацией, которую вы можете воспринять по-своему. И вы можете услышать ответ на вопрос, который просто изменит всю вашу жизнь. Поэтому я считаю, я считаю, что нужно развиваться, нужно учиться, но я с вами согласна. Нужно быть аккуратным, потому что есть очень много коучи психологов, которые используют НЛП, и которые, как бы сказать, подсаживают вас на них, чтобы вы приходили, приходили, приходили к ним, дают вам специальные установки, что вы не можете без них жить, и дают вам, ну не совсем всегда, правильные установки. Поэтому нужно быть очень аккуратным, нужно очень аккуратно выбирать людей, у которых учитесь. Для каждого ученика свой учитель. Не отвечайте за всех. Так, проще это питание, плюс очищение кожи, увлажнение. Главное, займитесь этим, лицом станет чистым. Это на самом деле огромная, огромная наука насчет кожи, и не так просто ее вылечить. Поверьте, знаю по себе, человек, который 6 лет, 6 лет, да нет, больше. У меня 16 лет, это получается, да больше, больше, чем 5 лет у меня было. У вас тренер в студии, такая позитивная, прям светится, да, она тоже очень классная. Маша, что за мелодия звучит? Очень классная мелодия. Это у меня, я на ютубе включила, вот, я могу что-то показать. Просто релаксирующая мелодия, вбиваете на ютубе. Я вела, по-моему, релакс, сейчас я посмотрю. А, я вела. Самая красивая мелодия на свете для души. Послушайте волшебные флейты, релакс. Вот, просто на ютубе, видите, и тут много разных, классных. Так, вбиваете и слушаете, очень расслабляет. Когда Саша приедет в Москву? В конце, в конце, в конце сентября, извините, торможу. Привет, ты такая красивая, спасибо. Так, так, на дом-то придешь, как ты относишься к экстрасенсам? Счестно, я верю в это, потому что не раз встречала таких людей, которые обладают способностями, и не раз видела, что мне говорили, и это сбывается про настоящее, про прошлое, про будущее. Вот, поэтому я в это верю. К тому же, у моей, получается, моя прабабушка, по папиной линии, обладала очень сильным даром, очень сильным даром, и поэтому я не могу в это не верить, вот, потому что знаю, что это есть. Моя бабушка, по маминой линии, обладала очень крутой интуицией, просто невероятная, она просто все знала наперед, она вот могла такие вещи сказать, просто сильнейшая интуиция, сильнейшая, поэтому я знаю, что это есть. У меня, у самой, очень сильная интуиция, и развито вот это состояние внутреннего голоса. Что-то у меня с интернетом, слышно? Кавер антигейша, супер, благодарю. Маша, у тебя есть в планах? Я вам скажу позже, потому что сейчас я просто озадачена этим всем. Саша не твой, он даже визуально монтирует, не монтируется, а вот дава. Привет, Маша, какие у тебя планы в дальнейшем? Сейчас я просто в таком невероятном состоянии, у меня столько всего, столько план, идей, предложений. Я вообще не знаю, просто. Не могу вам пока ответить. Что купила? Что было в пакете? Я вам хотела сфотографировать, никак не могу. У меня появились новые духи, Дольче Габана, сейчас вам, короче, я их покажу, очень крутые духи. Сейчас, сейчас все будет, мои хорошие. Ух, так, только не папе телефон. Фух. Так. Ты так на мою племяшку похожа. Короче, смотрите, это очень крутой парфюм. А Дайсон покажешь? Да, покажу, я сторис вам хочу снять с Дайсоном, но у меня, смотрите, у меня не стайлер, у меня обычный фантазик. Все такие духи. Дольче Габана, Вельвет, Амбарсан. Вообще рекомендую. Вот рекомендую, девочки, делайте себе скрины, и праздниче, чтобы ваши мужья вам подарили их на праздник, чтобы вам подарили на день рождения, вообще, в принципе, просто, без повода вам подарили, делайте скрин. Дольче Габана, Дольче Габана, Вельвет, Амбарсан. Это восточный аромат, древесный, просто пушка, смотрите. Какая цена у них? 15 тысяч рублей они стоят. Такие вот. Это бомба, это реально пушка, вот эти духи. Это просто любовь. О, боже, они такие бомбезные, девочки. Запах, боже, он такой восточный. Знаете, запах немного такой вот, запах как кожи, такой, знаете, вот дорогой. Вельвет, Амбар, Амбра, это афродизиак. Он вызывает влечение. Поэтому вот многим мужчинам, да, или многим женщинам, ну, если, допустим, мы как девочки, да, для мужчин пользуемся, вот все обращают внимание. Ты такая красивая, покажи свою основную ухаживающую. Что? Вельвет, Амбар, Сан. Да, все правильно. Дольче Габана. Я думаю, что можно найти и подешевле, допустим, это же в магазине, вот в Литуале стоили. Можно и дешевле найти такой парфюм, поискать. Еще моя моя ирландская кожа, в смысле, покажу свою косметику. Ой, у меня очень много, мне сейчас просто лень идти сейчас все доставать. Что я тебя с бровями машу? Что? Чем а мои брови? По тональникам видно бугристая кожа, ее нужно лечить и не замазать. В смысле бугристая кожа? У меня нет прыщиков, это постакне. Девушка, то, что вы пишете. Я вылечила, я вылечила такую кожу, я вам потом покажу, что у меня было. И вы даже не представляете, с чем я ходила вообще на лице. Я выложу специально в сторис, и вы увидите. Я ходила с такими прыщами, я ходила с вот такими ранами на лице. Конечно, у меня и останутся шрамы, потому что, ну что у меня было на лице, я врагу, ни одной девочке не пожелаю ходить с тем на лице, с теми прыщами, с теми высыпаниями, с которыми ходила я. Самую любимую помадку, самая любимая помадка, я еще не знаю, где у меня блеск валяется, может, сумки, Clorance, масло, 0,2 цвета. Я вам много раз показывала, даже на Доме 2, но вот эти духи, девочки, я вам говорю, бомба, вот бомба. А какая коробочка, вы посмотрите, прям она вот такая вообще, приятная. Это очень красивая и гладкая кожа, рыбачка. Еще осталось брекеты поставить, все, я не знаю, как я буду ходить с брекетами, я знаю, что да, вот эти зубы у меня неровные, но я не знаю, как я буду ходить с брекетами, я даже в принципе не представляю это. А почему были такие проблемы с кожей? Ой, девочки, это такая долгая история, это все из-за проблем со здоровьем. Это вообще, это огромная долгая история, я сейчас даже не хочу опять вглубляться в это все, если я надеюсь, что вы не обидитесь, потому что я уже рассказывала и на Доме 2, вот, о своих проблемах с здоровьем, сейчас прям-то не хочется. Маша, как цвет волос поддерживаешь? Просто бомба, делаю уходы, я выкладывала вам ботокс, я ботокс делала, да, для волос, так, потом я делаю маски для волос, сегодня я сделала очень крутую маску, привет, так соскучилась по тебе на экране, ой, уколосы, вы такое все пишете, вы меня просто трогаете, спасибо. да, я поменяла питание, я сейчас на ПП, я худею, я реально похудела, ну вот, прям очень хорошо, я сейчас духами подушилась, вообще бомба, прям такой парфюм, девочки, я вам говорю, вот вы не пожалеете, ботокс, по-моему, месяца два он держится, маски делаю специальные для волос, кондиционеры, но маски, вот я сегодня сделала крутую маску, у меня несколько шампуней, но все они профессиональные, у меня и от L'Oreal есть шампунь для окрашенных волос, и есть для объема специальный шампунь, и есть для волос, я вам покажу, это фирма, которая вот, короче, я вам покажу, я не помню фирму, вот там как раз для блонда, вот я сегодня сделала, и вижу прям цвет, он как бы желтизну убирает, я жду всегда эфир с тобой, Маш, ждать тебя на Доме-2, очень ждем, мои хорошие, давай к Даниэлю, кстати, Даниэль очень симпатичный парень, он, кстати, на Гобозова похож, если он не реально, он внешне очень на Гобозова похож, прям невероятно, и мне кажется, он реально очень хороший парень, очень такой симпатичный, корейская косметика пользовалась, да, пользовалась, когда акне было обострение, пользовалась, и сейчас у меня есть маски корейские, Я обязательно себе куплю эти духи, спасибо, что показала. Потом обязательно мне в директ напишите, расскажите, как вам. Но Саша тебе прям подходил. Сашка очень хороший, очень. Он просто. У него такая душа красивая, он такой добрый, он такой заботливый, он такой внимательный. Хороший он, ну, очень хороший, правда. Вот Даниэль очень спокойный, мудрый. Я не знаю, я лично с ним не общалась, но внешне он очень симпатичный, очень приятный молодой человек. И, в принципе, когда ты говоришь про Даниэль, я краснеешь. Вы меня не наматывайте, пожалуйста, я его даже лично не знаю, я просто говорю. Ты до сих пор Сашку? Ответь честно. Что до сих пор Сашку? Нет, Голубой со мной очень симпатичный. Тем более в отношениях со мной, но, согласитесь, он стал выглядеть намного, намного лучше. На что тратила 150 тысяч? Какая косметика? Не на косметику, а, в принципе, я рассказывала, что тратила. Извини за вопрос. В общем, вы уже рассказали, что Даниэль хороший парень. А сколько ему лет? Я просто не знаю. Он молодой, да? Сколько ему? 20 с чем-то лет. Я просто, я не знаю, не смотрю проект, но видела его так в нарезках и в инстаграме видела. Можешь поздравить с наступающим днем рождения. Буду рада. Коренчук. Я от всей души поздравляю вас с наступающим днем рождения. Желаю вам всего самого-самого наилучшего исполнения всех ваших заветных желаний. Будьте счастливы. Отворите со своим домом два. Возвращение будет большой ошибкой. Нет, что нет, не поняла. Тебе нужен сильный рядом. Ты сильная, ты нежная, хрупкая. Тебя защищать надо. Бежать нельзя. Точно. Мне нужен только сильный мужчина. Только сильный мужчина. С другим я просто не смогу. Который просто возьмет вот так меня под свое крылышко и будет защищать. У Даниэля всегда жирные волосы. Маша, я думала, что вы будете с Губозом красивая пара. Зубы красивые, это вопрос. Я думаю, не будет ошибкой. Пусть вернется. А как тебе Бен из дома два? Бен, это мой друг. Мы с Беном очень хорошо дружили. И по сей день мы переписываемся. Он меня сестренкой называет. Мы с ним очень хорошо общались на Доме-2. Он меня всегда поддерживал. Мы всегда с ним на одной волне. Он такой, да ты такая сучка. Он мне всегда говорил. Я говорю, да, такая. Мы с ним ржали всегда. Он меня поддерживал. Он говорил, ну да, ты такая. Ну и говори, какая ты есть. Ну реально, мы с ним очень хорошо общались. Я ему патчи клеила, сыворотки делала. для лица. Не будет ошибки. Сейчас там вообще по объявлениям набирали ни о чем. Что думаешь про уход Адеева? Насколько я знаю, Леша избил Аню, и как он ее жестко избил. Я считаю, что нет умопрощения, потому что я всегда говорю, даже если женщина не права, даже если женщина эмоциональная, даже если она наговорила там и кучу гадостей, мужчина ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не имеет права поднимать руку на женщину, тем более так избивать. Для меня трэш, я на Аниной стороне. В этой ситуации я 200% на Анькиной стороне, да и вообще мы с ней очень хорошо общались на Доме-2, мы с ней очень подружились, прям реально подружились, когда мы переехали вместе в VIP-дом. Когда мы с Сашкой жили в VIP-доме, и они с Лехой, и мы так дружили с Анькой, мы прям с ней сдружились. Я помню, я с Сашкой ругаюсь, она с Идеевым. Я помню, мы сидели друг друга, поддерживали, общались. Анька очень классная девчонка, и мне ее искренне жаль, потому что, ну Леша, ну это пипец конечно, что он сделал. Фу, это омерзительно. Реально омерзительно, когда мужчина поднял, еще так ее избил. Ну это, ну, трэш. Прогвозова я уже ответила. И Саша про тебя с горящими глазами рассказывает, и ты всегда хорошо отзываешься о нем. Конечно, я о нем слово плохо не скажу. Он молодец, я им горжусь, и я по сей день верю в него, и знаю, что у Сашки все-все-все получится. Он молодец. Когда будет эфир драки, Аня Адеева? Не знаю. Так долго отвечаешь на один вопрос. Нельзя про людей так говорить. Завтра эфир драки. Ночной? Вы не знаете какой. Я не знаю, смогу посмотреть или нет, но я бы хотела, да, посмотреть. Как всегда, Маша ты красотка. Благодарю. Помню, как Саша ревновал к Даве, а ты про Даву еще больше начинаешь говорить. Когда Саша ревновал, да, но я любила иногда так подлить, подлить маслица в огонь. Позлить, позлить Гобозова. Святое дело, позлить Гобозова. Не, ну Сашка, он все равно очень круто всегда реагировал. Он вообще молодец. Ты до сих пор любишь Сашу? Я не знаю, я не могу сказать, что я люблю, но при этом все время я могу сказать, что чувства еще есть к нему. И, конечно, к нему тянет, и я могу сказать, что он мой родной человек. Он родной, он... с Продолжение следует...